Сегодня основой композиции будут ветки падубов с ягодами. Также приготовьте любые кустистые сухие ветки, суккуленты, вазу и кусок березовой коры. Здравствуйте! Вы смотрите программу Ботаника, а меня зовут Алена Пескова. В самый разгар зимы хочется чего-нибудь эдакого зимнего, но в то же время яркого. Поэтому давайте сегодня сделаем такую композицию, которую легко сможет собрать каждый, но в то же время яркую и очень зимнюю для настроения. Итак, нам понадобятся достаточно простые вещи. Начнем с вазы. По сути, ваза может быть совершенно любой, не обязательно стеклянная, она может даже иметь какой-то рисунок, который вам не очень нравится. А все почему? Потому что мы будем декорировать ее при помощи бересты. То есть фактически вы берете любую вазу, которая имеет ровную поверхность, которую можно красиво обернуть, и делаете в ней композицию. Если вдруг бересты у вас под рукой нет, вы можете использовать любую другую кору дерева или просто другой материал. То есть фактически вы можете вазу задекорировать, например, тканью. Если это зима, то ткань может быть шерстяная и, возможно, вязаная. Также это могут быть веточки, кусочки коры какой-то маленькой. Ну, по сути, любой материал, который подходит вам по цвету, по вашему настроению и имеется у вас под рукой. В моем случае береста, замечательный материал. Мне придется ее разрезать. То есть, судя по всему, этих двух кусочков хватит ровно на одну вазу. Получаются еще небольшие бортики. Но я не буду их убирать, пускай они останутся. Убираем какие-то ненужные дефектные части коры. Так, и со второй проделываем то же самое. Что у нас получается? Смотрим, высоковато береста и, к тому же, разного размера. Поэтому подгоняем ее друг под друга. Вот эта меньше. Берем ее за основу и подрезаем вторую часть. Все достаточно просто. Накладываем и вырезаем. Дальше вам понадобится двусторонний скотч, обычный степлер или горячий клей. У меня под рукой горячий клей, поэтому я им и воспользуюсь, пожалуй. Все предельно просто. Склеиваем два кусочка бересты друг с другом. Наносим небольшое количество клея и прижимаем. И с обратной стороны проделываем то же самое. Сначала плотно прижимаем кусочки бересты к вазе. Так, ну что же, кажется, все держится неплохо. Никуда не спадает. И, в общем, у нас с вами получается вот такой вот пенек березовый. Когда кашпо вы подготовили, приступаем к созданию композиции. Как обычно, если мы используем оазис, то заранее надо вымочить его в воде. Он уже влажный. И теперь заполняем им вазу. Вот этот квадратик у меня идеально вписывается. А вот этот я разрежу еще на две части. Нужно сделать так, чтобы оазис был плотно зафиксирован в вазе. Так как у нас сегодня используются высокие ветки в композиции, ну и такие они достаточно тяжеленькие все-таки по весу, поэтому оазис у нас большой, крупный использован и плотно зафиксированный, чтобы ветки не болтались. Чуть-чуть подрезаем, но не сильно, чтобы он туго входил в вазу. И желательно сразу добавить в вазу воды. Если вы не планируете перевозить композицию куда-то далеко, то наливайте воды сразу максимальное количество, чтобы цветам было достаточно влаги. И реже нужно было добавлять ее. А если вы планируете ее куда-то отвезти или подарить кому-то, то наливайте водички поменьше, и уже когда вы подарите композицию или поставите куда-то, куда нужно, доливайте воды, опять же, по максимуму. Итак, для начала поставим ветки илекса или падуба. Обратите внимание, они у меня такого не совсем классического цвета, не красные, а вот такие вот светло-розово-оранжевые, что ли. Очень интересный оттенок. Выглядит по-зимнему, но в то же время очень нежно. Подрезаем стебель. Если мы подрезаем ветку вот так, то ее очень легко сдвинуть с места, она будет болтаться и крутиться вокруг своей оси. Если мы подрезаем ее наискосок, то она намного плотнее фиксируется в оазисе и уже не будет болтаться, по крайней мере, вот в эту сторону точно. Поэтому подрезаем ветку и начинаем устанавливать, начиная с середины. И заполняем веточками весь объем композиции. Итак, у нас с вами получилась вот такая вот основа для композиции. И, в принципе, самая заметная часть ее уже присутствует. Это ветки илекса. Вот такие вот ярко-оранжевые розы с розоватым оттенком. Также у меня есть цветы лютики, так называемые, или ранункулисы, как их принято называть у нас. И вот такие вот веточки. Все-таки у нас композиция зимняя, поэтому хочется добавить какой-то сухой материал. Потому что, ну, по крайней мере, в нашей полосе, в России, в центральной части, все равно зимой не увидишь каких-то очень ярких ягод на деревьях. Но максимум это будет рябина, пока ее еще не съели птицы. И что-то вот такое, знаете, повсюду высохшие колосья, деревья без листьев. То есть, в принципе, в композиции, если мы хотим отразить какое-то время года или настроение этого времени года, тоже можно использовать все эти вещи. Можно использовать сухие листья, какие-то сухие веточки. Ну, в общем, все то, что у вас ассоциируется с временем года или с тем, что вы хотите передать. Поэтому добавлю-ка я сюда вот эти вот ветки. Мы эти веточки добавляем вот сюда. Они прекрасно, кстати, держатся сами по себе, но мы все-таки их будем фиксировать дополнительно при помощи проволоки. Сами ветки очень легкие, но тем не менее я возьму вот такую вот тоненькую проволоку в обмотке, которую не нужно будет как-то закрывать, как-то ее прятать. И при помощи этой проволоки дополнительно зафиксирую ветки в композиции, чтобы они не болтались и никуда не падали. Аккуратненько обматываю вокруг декоративной ветки и вокруг ветки еликса. И обрезаю торчащие кончики. Лучше всего ветку фиксировать в двух местах для надежности. И вот, соответственно, такие вот торчащие вещи мы убираем. Нам это совсем не нужно. И фиксируем ветку второй раз. Ну и, соответственно, с остальными такими вот ветками проделываем все то же самое. Добавляем их необходимым количеством в верхнюю часть, так, чтобы она была более сложной. Им понятно, что поставить красивые ягоды – это очень просто. А мы с вами усложним визуально эту композицию, добавляя вот эти вот веточки. Можно сразу их подрезать чуть короче. Нам не нужна их полная длина. И, соответственно, располагаете внутри и фиксируете проволокой, где это необходимо. Теперь хочется добавить вот в эту верхнюю часть несколько лютиков. В принципе, они тоже считаются зимними цветами. По крайней мере, у нас, в России, в частности, в Москве, они появляются в основном к зиме. В таком самом своем красивом виде, в самом качественном и в самом большом разнообразии. Поэтому принято считать, что это цветы какие-то зимние, они ассоциируются с зимой. А если мы их еще берем белого цвета, то вполне они могут, я думаю, сыграть роль чего-то такого снежного в зимней композиции. Для того, чтобы разместить их, я выбрала такой вариант. Все-таки не в оазисе, а в колбах. Мы разместим несколько колбочек в верхней части композиции, и в них будут находиться цветы. Для этого я возьму несколько кусочков проволоки, той же самой, которую мы фиксировали в ветке. И зафиксирую колбы при помощи этой проволоки, где-то в композиции. Если колбы стеклянные, то их вполне можно использовать в композиции, они вполне декоративно выглядят. То есть фактически стекло – это как лед. Любой, даже технический материал может стать декоративным, если вы продуманно размещаете его в композиции, если у него есть какая-то своя роль совершенно конкретная. В данном случае они выполняют на стекническую роль в основном и косвенно-декоративную. Располагаем их несколько штук. В принципе, можно обойтись без цветов этой композиции. Она вполне может остаться примерно в таком виде. То есть сухой материал и ягоды. Но если очень хочется чего-то такого цветочного, то можно добавить. Но, опять же, повторюсь, не обязательно. Я считаю, что она вполне может остаться весьма лаконичной. Затягиваем по ту же проволоку, чтобы колбочка не соскочила. И буквально несколько цветочков мы расположим в верхней части композиции. И теперь добавляем лютики. Можно смело подрезать их чуть покороче. И располагаем в колбочках. Теперь добавляем последнюю деталь. Суккуленты. Они хороши тем, что их можно использовать не только в композициях, где вы сажаете цветы непосредственно в почву, там куда-то. А они шикарно смотрятся в букетах и в композициях. К тому же, если вы подготовите их вот таким способом, как я, они вполне могут быть потом пересажены в землю. Смотрите, какая схема. У нас есть корни. Мы эти корешки очищаем от земли. Возможно, даже промываем. И обматываем мхом. Мох хорош тем, что он очень хорошо держит влагу. То есть мы обматываем корешки мхом, затем проволочкой. И вот эту конструкцию смачиваем водой. Потом берем проволоку и фиксируем уже в композиции. Что же, мы постепенно заканчиваем. Осталось только заполнить чем-то нижнюю часть, там у нас виден оазис. У меня есть листья, давайте попробуем сделать нижнюю часть при помощи них. Для начала заполняем вазу водой, чтобы не приходилось в ближайшее время подливать воду. И в верхней части складываем листочки так, чтобы они полностью закрывали поверхность оазиса и его не было видно. Ну что же, я считаю, что композиция закончена. Можно оставить ее в таком виде. Но вы, конечно же, по желанию можете добавлять сюда все, что угодно. То есть, самое главное, основа из веток. И в верхней части можно делать все, что хотите. Добавлять любые цветы в колбах или так, чтобы они уходили стеблями вниз в вазу в оазис с водой. Ну что же, я надеюсь, зимняя композиция удалась. И у вас тоже. Всем хорошего настроения. Смотрите «Ботаника». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!